Здравствуйте, дорогие студенты! Сегодня мы будем с вами говорить о высокотехнологичных приборах. This subject is for all the students, so pay attention! There will be lots of new words and words you already know. Our topic is connected with the previous one, which is called the digital age. This is our topic today. It will be suitable for all students. It will be both new words and words, which you already know. It is related to the digital age, which we studied in the previous semester. And here are some words of wisdom. Умные слова. Слова высказывания знаменитого английского автора. Technological progress has merely provided us with two more efficient means for going backwards. Что это значит? Давайте переведем вместе. Технологический прогресс предоставил нам, просто предоставил нам или позволил нам воспользоваться еще двумя простыми способами, чтобы отправиться назад. Подумайте над этими словами на досуге, а мы переходим к первому упражнению. Продолжение следует... The first exercise is about the gadgets that were used in the past. Some gadgets are used nowadays, but, for example, a Walkman or a radio cassette player are now gone. And I think no one uses them today. Сегодняшнее... Это упражнение посвящено гаджетам, приборам, которые многие из вас уже не используют или, может быть, не видели никогда. Например, Walkman. Walkman это проигрыватель для аудиокассет. Или Radio Cassette Player. Это радио с функцией проигрывания кассет. Что еще интересного? Что вы можете не знать? PDA. Personal Digital Assistant. PDA. Персональный цифровой помощь. Это смартфон, другими словами. Диктофон. Это диктофон. TV. Понятно. Телевидение. Digital Camera. Цифровой фотоаппарат. Video Mobile Phone. Мобильный телефон с функцией видеозвонка. MP3 Player. Проигрыватель MP3. Это известный вам девайс. Давайте посмотрим на вопрос. What does each item do? What does each item do? Что делает каждый из этих приборов? Нужно сопоставить название прибора с тем, что вы можете с ним делать. Which one would you use to? Какой из этих приборов вы бы использовали для того, что? И здесь у вас 13 вариантов. Давайте прочитаем их и переведем неизвестные вам слова. The first one. The first one. Record your lessons at college. Record your lessons at college. Record это записывать. Как переводится все предложение вместе. Record your lessons at college. Второе. Tell the time. Tell the time. Tell time это показывать время. Хотя глагол tell переводится как говорить. На самом деле это показывать время. Это у любых часах, можно сказать. The third one. Send a picture message to a friend. Send a picture message to a friend. Send. Глагол send. Посылать. Отправлять. Отправлять. Picture message. Это ММС сообщение. То есть сообщение с картинкой. Film a friend's birthday party. Film a friend's birthday party. To film это глагол. Film существительное. To film это глагол. Означает снимать видео. Film a friend's birthday party. Переводится как снимать. Дальше. Притяжательный падеж. Вспоминайте. Снимать день рождения. Праздник на дне рождения друга. Праздничный вечер, посвященный дню рождению друга. The fifth one. Listen to music. You know the translation. The sixth one. Send emails. Send. Глагол уже вам известный. Отправлять. Emails. Вы знаете, что это такое из предыдущих лекций. Number seven. Keep a record of your spending. To keep a record это вести записи. Спендинг. Спендинг это от глагола to spend. Спенд. Тратить деньги. Например, тратить деньги. Keep a record of your spending. Это значит вести записи ваших трат. Number eight. Watch a DVD. You know it. Number nine. Look up a friend's address. Look up a friend's address. Look up a friend's address. Фразовый глагол to look up. Вспоминайте, как он переводится. Переводится он следующим образом. Посмотреть что-либо. To look up a friend's address. Посмотреть или найти адрес друга. Number ten. Edit your essay on the bus. Edit your essay on the bus. Глагол to edit. Редактировать, изменять. Essay. Это эссе. То есть письменная работа. Базовый глагол это автобус. Edit your essay on the bus. Это редактировать свое эссе в автобусе. То есть на ходу. Number eleven. Do some internet research for a project. To do research. И эта фраза у нас была. Переводится она как делать исследование. To do research. Если стоять при ней слово в интернет, соответственно делать какое-то исследование в интернете. То есть искать информацию. Делать исследование в интернете. Number twelve. Show photos to your friends. You know it. Number thirteen. Plan your day. Plan your week. It's also clear to you. Now what you have to do is to make your own sentences. To make your own sentences. And to put down into your notebooks. And here we have a pattern. So you use words and word combinations from this part. And here we have pattern. You put your word combinations here. And you get your sentences with your opinion. Что нам нужно сделать? Нам нужно составить высказывания в нескольких предложениях о тех предметах, которые вы используете. Вот здесь образец. Давайте разберем образец. I've got a PDA. У меня есть персональный цифровой помощник. У вас враза I've got a. У меня есть что-то. Дальше в единственном числе вы называете существительное. Какое? Например. I've got a Walkman. У меня есть кассетный проигрыватель. Например. I mainly use it to. I mainly use it to plan my week or keep a record of my spending. Чтобы хранить записи или вести записи моих трат. У меня есть персональный цифровой помощник, и я в основном использую его для того, чтобы планировать свою неделю и вести записи расходов. Значит, у нас был пример со словом Walkman. I've got a Walkman. I mainly use it to. I mainly use it to listen to music while traveling to work. Например. Второй вариант того же образца. I've got a PDA, which I mainly use to look up my friends' addresses. Начало такое же. У меня есть персональный цифровой помощник, который я в основном использую, чтобы искать адреса друзей. Обратите внимание на слово Friends. Видите, после окончания S стоит апостроф. Вспомните, пожалуйста, что это такое, что обозначает этот апостроф. И почему вот здесь в предложении номер 9 апостроф стоит перед окончанием S, friends, а в образце апостроф стоит после. Это относится к теме притяжательной падежи. В данном случае. В данном случае. Look up a friend's address. Слово Friends' address. Единственное число. Адрес один. Друг один. Самое главное, что друг один. Friend. И притяжательный падеж здесь образован при помощи апостроф S. То есть апостроф S это все притяжательный падеж. А слово Friend, друг, в единственном числе. Смотрим на этот пример. Friends' addresses. То, что стоит до апострофа, friends, это существительное во множественном числе. Потому что оно имеет окончание S. Friends, друзья. Притяжательный падеж обозначается только апострофом. Переводится это как? Адреса друзей. Хорошо, что вы это помните. Вы составляете предложение. Хотя бы с пятью предметами. Значит, существительные. Для того, чтобы подставить в первую часть. I've got a. Что-то там. Вы берете с картинки. А всю остальную часть. I mainly use it to. Planning with my week. И так далее. Вы берете из вот этих тринадцати пунктов. У вас получаются хорошие предложения. Прежде чем мы перейдем к чтению текста, давайте посмотрим на тематический словарь. You have to put your vocabulary into the notebook and then learn by heart. Вам нужно записать эти слова в тетрадь, в конспект и выучить. Repeat after me aloud. Повторяйте за мной слух. To admit. To admit. Допускать, соглашаться с чем-либо. Amazing. Amazing. Ошеломляющий, поразительный. Tiny device. Tiny device. Крошечное устройство. Крошечное устройство. Девайс устройство. Tiny. Крошечное. Крошечное. To organize. To organize. Организовать. Social life. Social life. Светская жизнь. То есть общественная жизнь. Digital camera. Digital camera. Digital camera. Цифровой фотоаппарат. To consider. To consider. Обдумывать. Текнофрик. Текнофрик. Человек, помешанный на технологиях. To survive. To survive. Выдерживать что-либо или переживать, переносить. Voice recorder. Voice recorder. Диктофон. Handy. Handy. Удобный. Portable. Portable. Портативный, переносной. To win. Это глагол неправильный, поэтому у него есть две формы, которые образуются при помощи изменения гласных форм. To win, won, won. Выигрывать. To be able to. To be able to. Быть в состоянии что-либо сделать. Или смочь. Headphones. 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 Наушники. To be ashamed. To be ashamed. Стыдиться чего-либо. To be hooked on. To be hooked on. Быть помешанным или сходить с ума по чему-либо. To be keen on. To be keen on. Увлекаться. Такое выражение есть. It goes without saying. It goes without saying. Само собой разумеется. То есть то, что не требует пояснений, каких-то объяснений. А лэптоп. Лэптоп. Портативный компьютер. Ноутбук. In particular. In particular. В частности. On the move. On the move. На бегу в движении. To the extent. To the extent. На сколько. Ну, на сколько, на столько, на сколько. Вы по контексту потом поймете, как это переводится. Там было предложение. Я не могу жить без него на столько, что, на столько, что кажется, все забываю. Вот в этом контексте было использовано. To store, to store, хранить, client, 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 apart from, apart from, не говоря уже о, passion for, passion for, страсть к чему-либо, to edit, to edit, редактировать, pastime, pastime, времяпрепровождение, now we are going to read the text, the text has three parts, it is a short interview with three people, and they are telling about the gadgets that they can't live without. Мы перейдем к чтению текста. Текст состоит из трех частей. Это в интервью с тремя людьми, и они рассказывают о предметах, о гаджетах, без которых они не могут жить. И в задании у вас есть вопрос. What interests and hobbies do Andy, Tina and Sarah have? Какие интересы и хобби у Сары, Энди и у Тина? То есть по контексту будет понятно, и в тексте будут некоторые подсказки. Вам нужно будет понять и выписать ответ на этот вопрос. Вопрос номер два. What gadgets do you think they couldn't live without? Без каких устройств, вам кажется, они не смогли бы жить? Тоже вы делаете это в качестве небольшой таблички. Пишите Andy, Тина, Sarah. И отвечаете на эти вопросы коротко в табличке. То есть извлекаете информацию из текста. Exercise number three. Match the highlighted words to the words from the text. And translate them. В тексте у вас выделены слова. Вам нужно найти слова со схожим значением с теми, что приведены у вас ниже. С теми выражениями и словами, которые приведены ниже. И перевести их. Те слова, которые выделены в тексте, мы с вами перевели. А эти слова, которые вы видите здесь. Convenient, other than, to the point. Вы переводите сами. И ищите синонимы в тексте. И пишите как пару. Convenient, напротив него ответ. To the point, напротив ответ. Number four. Read the text again. Прочитайте текст снова. Who, Andy, Tina or Sarah? Needs a particular gadget for his or her hobby? Вопрос следующим образом. Начало, это всегда вопросительное слово who. Соответственно, Andy, Tina или Sarah? А дальше остальная часть вопроса. Who needs a particular gadget for his hobby? Кому требуется конкретное какое-то устройство для его увлечения? То есть, это увлечение невозможно без наличия устройства. Вы, соответственно, пишите. Tina needs a particular gadget for her hobby. Или Tina needs, дальше, устройство, которое нужно. Например, a digital camera for her hobby. Таким образом. Второе. Who values something that they didn't buy themselves? Кто ценит что-то, что они сами себе не купили? Who isn't very keen on technology? Кто не очень увлечен технологиями? Who uses a gadget to help with his or her studies? Кто использует свое устройство для учебы? Кто чувствует себя неорганизованным без конкретного устройства? Кто чувствует себя смущенным в отношении какого-то предмета, который ему нравится? Who is allowed more freedom because of the gadget? Кому позволяется быть более свободным из-за устройства? Запишите, пожалуйста, свои ответы в конспект, в виде предложения. Полный ответ. Еще раз напоминаю, что в ответе вы используете все предложения практически на телефон. Но даже последний. Давайте приведем пример. Who is allowed more freedom because of a gadget? Кому позволяется быть более свободным из-за устройства? Предположим, это Sarah. И вы отвечаете. Sarah. На первом месте ставите подлежащее. Is allowed more freedom because of a gadget? Фактически у вас все предложение осталось. Вы только добавили подлежащее в самом начале. Следующее задание заключается в том, что нужно сопоставить эти проблемы, шесть, которые у вас приведены, с картинкой с названиями предметов. Что вам нужно сделать? Вам нужно будет самостоятельно перевести то, что здесь написано. The paper is jammed. Напоминаю вам, вы можете использовать электронный словарь Lingua или Multitram. Все они работают онлайн, но вам будет очень просто это сделать. Вы это делаете в тетрадке. Каким образом вы пишете? The paper is jammed. Пишите, ставите тире и смотрите, к какому устройству это относите. И пишите существительное напротив. Подумайте о каком-то электронном устройстве, с которым у вас или у вашей семьи были проблемы. Что это за проблема и как вы ее решили. Используйте образец для того, чтобы составить предложение. Например, I once dropped my mobile phone and the screen cracked. So I had to buy a new one. I once dropped my mobile phone. Однажды я уронил свой телефон and the screen cracked. Я разбился экран. So I had to buy a new one. Мне пришлось купить новый. My rest, computer printer recently broke. Недавно принтер, подсоединенный к компьютеру моего отца, сломался. И вы говорите, например, I had to repair it. It was jamming the paper all the time. Попробуйте, составьте фразы самостоятельно. И по образцу. And that is now the solve for today. Thank you and goodbye. На сегодня это все. Спасибо. До свидания. Хороших праздников.